Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Для начала немножечко вот такого общего введения в курс дела. Мотивация, собственно говоря, это вопрос воль. И, в общем-то, это довольно тонкая такая игра, мотивационная игра, когда человек, к примеру, чего-то хочет. Как правило, как правило, желание человека, именно его потребность, оно чувствуется. Оно чувствуется, оно не, скажем так, не осмысливается. Любое желание, если оно идёт от души, если оно идёт от, условно, сердца, оно никак не представлено в сознании. Оно представлено исключительно в подсознании, но сознание обрабатывает, вот, собственно, желание влечения. И выбирает наиболее приемлемый способ достижения цели, как правило. Если у вас была цель, вы стремились к этой цели условно-фанатично, условно-фанатично. То есть, прям вот, был фанатизм очень сильный, серьёзный, то, скорее всего, эта цель была не совсем ваша. То есть, она была реальная, предпосылки были, она была экологичной. Кстати, вот что такое экологичная цель? Это тоже нужно выяснять, потому что для каждого человека экологичная цель своя. Вот. Тем не менее, при наличии фанатизма и при наличии трёх неудач, трёх фактов неудач, можно констатировать, что имела место быть чрезмерная мотивация. То есть, цель была слишком важна, она была слишком важна. И неудача, то есть, возможность недостижения цели не досматривалась на момент, когда вы к этой цели стремились. И, соответственно, когда третий раз не получилось, вы испытали сильное разочарование, гораздо сильнее, чем это должно быть в норме или это могло бы быть в норме. То есть, если бы вы не были сверх мотивированы, и наступила апатия. То есть, когда мы, скажем так, к чему-то фанатично стремимся, мы это идеализируем, но вслед за идеализацией практически всегда у психически здорового человека наступает деидеализация. И чем сильнее идеализация, тем сильнее деидеализация. Вы, насколько фанатично стремились к цели, настолько теперь вы с ней испытываете отвращение. Почему? Потому что подсознание вас таким образом защищает. Вот. Это очень важно понимать. И здесь необходимо мотивацию в первую очередь разбить, чтобы не было такого, что от этой цели, как говорится, слишком много чего зависит. Слишком много, вот, ну, слишком много на этом произошло, да, переменных. Вот. Если когда-нибудь вы, например, изучали политику, ну, или хотя бы имеете представление о политике, да, то, вот, например, какая-нибудь маленькая страна, да. Я, ну, не хочу приводить какие-то актуальные примеры, приведу примеры относительно давние уже. А, допустим, Косово. Да, вот, вот, Косово. А, и бомбардировка, соответственно, Югославия. Маленькая страна, маленькая страна, никому она, в принципе, глобально не угрожала. То есть там, конечно, были какие-то вот волнения, там какие-то были проблемы, но в любом случае, объективно, на мой взгляд, то, что произошло там, несразмерно к тому, что произошло после. Вот. С чем связана несразмерность? С тем, что были еще другие интересы. Вот. То есть, понимаете, да? Проблема не была решена теми средствами, которые требовали, которые требовались этой проблемой. Проблема была решена другими средствами, потому что другие средства решали другие проблемы. в том числе и эту проблему, да? То есть, я не хочу сказать, что моя точка зрения правильная. Я не хочу сказать, что у меня есть все данные по поводу ситуации, например, в Косово, но... как один из взглядов на нее, это вполне имеет место быть. И вот с этого взгляда я хочу, чтобы вы поняли. Другой пример. Ученик очень сильно хочет сдать экзамен. Ну, к примеру, студент, да? Он очень сильно хочет сдать экзамен. Он боится экзамен не сдать. Почему? Потому что для него экзамен, это, по сути, пропуск в жизнь. Но на самом деле это не так. Или студент боится сдать, не сдать экзамен, потому что... К примеру. К примеру. Потому что если он его не сдаст, он потеряет стипендию и потеряет возможность доплачивать, например, свое жилье, в котором он проживает со своей девочкой, отношение с которой у него только-только начинается. И если он сейчас вылетает из жилья, то отношения с ней могут прекратиться. То есть, представляете, насколько вот много в экзамене, да, для студента заключено. То есть, естественно, возникает сверхмотивация. Эффект мотивации это такая, скажем, панацея, капкан, ловушка для людей, особенно современных. Вот. Который становится причиной того, что после мотивация теряется и появляется фрустрация. Вот. Это такая вот общая история, общий ввод, общая информация по поводу мотивации и постановки целей в целом. Именно в целом. Дальше. Значит, опять же, в течение, вы пишите, длительного времени преследовала личную, довольно экологичную цель. Год – это достаточно много времени. И даже если цель была вполне достижимой, как вы говорите, то, на мой взгляд, все равно, несмотря на то, что цель была достижимой, ваша жизнь, она, вероятно, как-то изменила. То есть, ваша жизнь, она претерпела изменения с появлением этой цели. И очень может быть, что цель была здесь всего лишь, как бы так выразиться, всего лишь предлогом для перемен своей жизни, которые не случились бы, если бы этой цели не было. И то, что вы не смогли эту цель достичь, говорит либо о выгоде вторичной, того, что вы не смогли эту цель достичь, какую это нужно выяснять и разбирать, либо о запрете на достижение этой цели. Это, опять же, нужно выяснять и разбирать. Так, три попытки, и каждый раз оставался в итоге ни с чем, хотя сценарий абсолютно разный. Но сценарий это в данном случае не имеет значения. Близкие говорят, что я фанатичный, но только это качество ранее позволяло мне добиваться желаемого. Немного небольшое противоречие, по крайней мере, не противоречие даже, а не точность, на мой взгляд. Потому что вы имеете в виду, что фанатичность позволяла вам добиться желаемого ранее до постановки этой цели. Возможно, но цели разные, и к целям нужен разный подход. Где-то фанатичность плюс, где-то фанатичность минус. Опять же, в качестве примера можно привести такой, например, момент, как стиль борьбы, стиль драки. Если человек дерется хладнокровно, и если человек дерется расчетливо, он может дольше продержаться, он может получить меньше повреждений, и он, ну, наверное, статистично одержит больше побед над объективно равным или слабее его противником. Тогда как человек, сражающийся агрессивно, эмоционально, статистично будет чаще проигрывать, но выигрывать будет в самых неожиданных моментах. То есть фанатизм, это, по сути, лотерея. То, что вы добивались цели ранее, это скорее, ну, счастливое стечение обстоятельств. А дальше, после третьей поднеудачной попытки я испытал сквозковременный глубокий кризис и даже стал выпивать. Ну, кризис говорит, опять же, о чрезмерной мотивации, а алкоголь о том, что для вас эта цель была, в том числе, связана с любовью к себе, так или иначе. На какой-то момент моя жизнь не тратила смысл, сверхмотивация, так же. Быстро пришла в себя, однако осталось состояние подстощенности, страх невдачи и счетствовало спектр негативных эмоций. Все про то. Было желание очень обратиться к психотерапевту, но на длительную реабилитацию нет ни времени, ни денег. Слушайте, на это звучит как отговор. Это первое. Второе. Кто мы тогда, если вы хотели обратиться очень к психотерапевту? А мы тогда кто? Почему вы считаете, что обращение к психотерапевту обязательно должно быть длительным и длительным? Почему вы считаете, что работа с психотерапевтом обязательно должна быть регулярной? Ну, разные психологи работают по-разному. Тут вы проявляете снова негибкость. А на мой взгляд, просто пытаетесь не выходить из зоны своего комфорта. Вопрос в том, стоит ли делать далее попытки и как поменять свое отношение к цели. Разгрузить мотивацию. Стоит ли делать попытки? Увидите после того, как разгрузите мотивацию. Как нивелировать отрицательный опыт? Никак. Отрицательный опыт, как и позитивный, в принципе, очень важен. Главное, чтобы вы не отрицали его, не считали, что его не должно быть. Откуда брать мотивацию, если мой сквозь отказывается изображать по вопросу, на который ушло не без того мало энергии в холостую. Если мозг отказывается, значит нужно в ситуацию отпустить довериться интуиции. Мозг вам в данном случае мешает. И правда ли, что проще достигнуть результата, ослабив хватку? Нет. Хватку ослабить будет маловато. Нужно, чтобы именно мотивация. На подсознательном уровне мотивация стала меньше. И тогда вы действительно сможете достичь результата. Но момент тут такой, что при достижении любой цели, цель не важна. Потому что дальше за этой целью пустота, дальше за этой целью ничего. Очень важно получать удовольствие от процесса. Если от процесса удовольствия вы не получаете, то цели вы достигнуть в глубине души не хотите. А достигнув ее, вы будете чувствовать разочарование, все тоже, опустошение и так далее. В прострасте разве что только такой ярко выраженной не будет. Но все равно, все равно будет негатив. Поэтому очень важно получать удовольствие именно от процесса, а не от достижения цели. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Меня очень смутило, что вы не можете найти ни времени, ни денег на психотерапию. Правда, почему-то обязательно длительно, мне не совсем понятно. Здесь два варианта. Либо вы не хотите консультироваться и работать над собой в принципе, а задаете вопрос чисто ради, чтобы поставить галочку. Либо вы не заботитесь о себе и опять же в глубине души себя не любите, что отчасти объясняет то, что вы начали выпивать, хотя не пьете. Кстати говоря, то, что вы вообще не пьете, тоже показатель как бы не совсем корректный, потому что выпивать можно немножко. Это нормально. Ну, в пределах нормы. Ваше отношение к отрицательному опыту можно интерпретировать так, как вы, что вы не допускаете ошибки. То есть считать, что вы ошибиться вообще в принципе не должны. И что неудачи в принципе быть не может. Это тоже очень деструктивная позиция. То есть нужно приучить себя допускать ошибку, относиться к ней не позитивно и не отрицательно, а ровно. Как самому собой разумеющемуся и делать выводы. А у вас этого нет. Ну, что кстати объясняется опять же фанатичностью. То есть фанатик, он не допускает того, что у него может быть неудача. И неудача в деле фанатик воспринимает как личную обиду. То есть он думает, что если я как бы не достиг, если я потерпел неудачу, значит я плохой человек. Нет, вы может быть плохо старались, но человеку не плохой. То есть основная проблема фанатика в том, что у него любое дело становится личным. А личным дело быть не может. То есть вот вы сказали, да, что вы преследовали личную цель, так вот личная цель быть не может. Лично может быть только деятельность, только процесс, но не цель. Никогда. То есть вот эти вот аспекты вам необходимо корректировать. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Он вообще такой подскриптум, на всякий случай, я вот не уточнил, что личной может быть только деятельность, процесс. И в процессе нормально совершать ошибки, потому что человек это не робот. Только робот не совершает ошибки, но только потому, что он не учится. Когда кто-то чему-то учится или достигает новые ошибки невозможно. Неизбеден, точнее. По факту можно говорить о том, что ошибка есть показатель прогресса. Конечно, в том случае, если человек делает из них выводы. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...